Добрый день, Лондон! Приветствую всех и благодарю за этот необычный и очень креативный конкурс. Мы представляем на этом конкурсе картину моей подруги, моего клиента Натальи Шелгунова. Мы приехали из Испании. Она, к сожалению, не смогла быть с нами сегодня, но она виртуально с нами. И она просила передать послание. Можно я его зачитаю? Все-таки мне нравится, как устроена эта жизнь. Будто у нее все продумано. Каждый в итоге получает то, что заслуживает, то, к чему стремится. Отданное добро однажды возвращается в троекратном размере, в внезапную стоповую дверь. А мечты сбываются, как у меня. Моя картина, которую я сегодня хочу предоставить благодарному зрителю, очень символическая. Название необычное, но очень весомое. Жизнь продолжается. Да, жизнь продолжается, пока ты жив и способен дать этому миру надежду. Вообще моя жизнь похожа на сказку. Если бы кто-то написал во мне книгу, она бы так и называлась. И была бы какой-то нереальной. Но такая история, прочитав которую, я бы сказала, это не может быть. Я родилась в прекрасной стране голубых озер и синих васильков в Белоруссии. Окончила художественную школу в городе Минске. И в процессе обучения поняла, что живопись – это то, что спрятано глубоко в моей душе. Три года назад моя жизнь круто изменилась, и я переехала в Испанию. Судьба свела меня с замечательным испанцем Сантьяго, который 50 лет владел великолепным гранатовым садом. Гранаты в нем сладкие и сочные, и имеют название «Гранаты Эльче». Когда я покупала у него этот сад, он выкопал росток и протянул мне, положив их в натруженные мужские руки, со словами «Держи этот росток, люби его». Ухаживай и поливай его, и сад отблагодарит тебя. И вот уже три года прекрасный сад и мой посаженный росток радуют меня и дарят надежду на счастье. В этом году я получила диплом художественной школы «До Винчи» в городе Теребеха, Испания. И в настоящее время живу и пишу, продаю картины в Испании, участвую в выставках и экспозициях. Я экспериментирую с красками и формами, с тонами и полтонами, меняю свое состояние от интервента до экстраверта в зависимости от ситуации и ощущений. Благодаря этому рождаются уникальные по своей насыщенности произведения. Надеюсь, вам понравится предоставленная мной картина «Ваша Наталья». Благодарю вас.